Привет, я Саня Кулинич. Когда я ездил на фестиваль в Алмату, я там купил миласу по хорошей цене, точно такую же, какую мне присылали ферменты.ру. Тогда мне этот ром очень понравился, он был очень ароматным и вкусным. Но тогда я добавлял ГФС и гнал на тарелках. И тот ром я залил в дубовую бочку из словонского дуба. И ждать еще долго. Но в этот раз я хочу сделать брагу из чистой миласы. Да перегнать это на медном шлеме. Так что сегодня я впервые сделаю и первый перегон, и второй перегон на медном шлеме. Расскажу, что получилось. И самое главное, понравится ли мне такой ром. Ну и в конце видео, естественно, накидаюсь. В этой 20-литровой баклажке 25 килограммов миласы. Заскриньте название производителя этой миласы. И если будет миласа в другой таре, но от этого же производителя, то смело берите, из нее получается вкусно. Выливаю густую миласу в воду. Конечно, с чистой миласы выход маленький. Я также начинал с 7 килограммов. Добавлял 1 к 1 сахар. Потом уменьшал добавление сахара. Менял сахар на глюкозно-фруктозный сироп или декстрозу. Но теперь только 100% миласы. Гидромодуль будет большой. Где-то 1 к 4. Потому что и дрожжам, чтобы полегче было, и борды хочу, чтобы побольше получилось. Выполаскиваю остатки из баклажки. Добавляю остальную, но уже холодную воду. Температура сусла получилась 30 градусов. Ромовых дрожжей в этот раз у меня не оказалось. Но есть брагман текила, который мне прислали с сайта Мирбир. Там же вы найдете большой ассортимент спиртовых дрожжей и другие товары для пивоваров и самогонщиков. Почему я использую дрожжи для текилы? Да потому что в прошлый раз дрожжи C70 были предназначены для Рома, текилы и мискаля. Поэтому я рассыпал 2 пачки дрожжей на поверхности и перемешал. А к вечеру уже вовсю идет брожение. Закрываю под гидрозатвор и он затарахтел. А через 5 часов уже хреначит как из автомата. И так продолжалось пару дней, потом ослабло и вскоре затихло. Хоть она быстро и отбродила, гнать я ее взялся только через 2 недели. Вы спросите, а что же я снова делаю без дандера? Ну с дандером я буду делать Ром для дубовой бочки. А в бочке еще на 30 литров стоит прошлый Ром. Настаивается. Ну и может быть следующим летом, а может быть еще через год я займусь этим. В 70 литровую кастрюлю заливаю первую часть браги. Медный отвод. Конус, луковица широкой части книзу. Купольная медная крышка. Эх, кастрюлю бы медную, конечно. А нагрев на полной мощности. На 75 градусах в кубе подаю воду в холодильник. А после 60 градусов в отводе начали идти первые капли спирта сырца. Вы наверное заметили, что в бутыле уже есть спирт сырец. А откуда он? Ну, я хотел изначально гнать на НБК. Добавил добра пеногасителя. Начал подачу браги. А борду-то я тоже сохранить хотел. Но вонь такая едкая пошла. Посмотрите, горячая борда с брызгами фигачит. Ну да ладно, это полбеды. А через некоторое время, когда вот отобралось вот это то, что в бутыле, начался брызголунос. И я просто психанул, остановил перегон и накидался. Ну а хорошо пошел самогон, когда температуры почти встретились ближе к 94 градусам. На 98 градусах в кубе набралось 10 литров спирта сырца. Отключаю нагрев. После перегона вся медь выглядит вот так. Оставшаяся часть также в кастрюле. Аналогично перегоняю на медном шлеме на максимальной мощности. Перед тем, как пойдут первые капли спирта сырца, появляется аромат экзотических фруктов с кислинкой. А когда начинает идти струей, как по мне в аромате появляется что-то похожее на фруктовый йогурт. Ну а дальше запах миласовый и вонючий. В конце вообще пахнет грязными тряпками. Всего получилось 17100 мл спирта сырца крепостью 29 градусов. Медь в этот раз выглядит так. Вот поэтому нефиг брать 4 килограмма миласы. Ведь получается выход на один глоток. Никто не удержится, чтобы не долбануть столько же сахара. Ведь выхода будет больше. Подождите, разве мы делаем для себя ради выхода? Не для вкуса, не для аромата, не для качества? Ставь лайк за то, что не пожадничал. И в комментариях напишите, как вы делаете свой миласовый самогон. Ну и если вы не подписались, то пора бы уже. Спирт сырец не разбавлял и весь отправляю в куб. Разгоняю на полной мощности. Луковица установлена таким образом. Как говорят, так укрепление лучше. Но я пока этот момент исследую. И когда буду понимать, что есть какая-то разница, обязательно расскажу. На 55 градусах в кубе подаю воду в холодильник. А что это за холодильник такой немедный? А холодоз этот от аппарата Алкаш Делюкс или Алкаш Платинум? По ссылочке в описании вы найдете сайт магазина домашние самогоны. И там представлены не только вот такие дорогие аппараты, но и другие более бюджетные. В общем, на любой вкус и карман. И главное, при заказе самогонного аппарата скажите, что вы пришли от Сани Кулинич. И вам дадут скидочку 500 рублей. Это очень актуально, особенно с бюджетными вариантами. Скидка чувствуется сильнее. Ну, множество аксессуаров всяких разных. Тоже там есть ингредиенты, дрожжи и так далее. Ну и если вы хотите открыть свой магазин с товарами для самогонщиков. Ну и как-то вы хотите все это разузнать, как же это все делается. Но у нас есть еще и предложение. Не у нас, а компании домашние самогоны. Есть предложение вам. В общем, они могут вам помочь с продвижением этого бизнеса. Дать свое название и поставки товаров. В общем, выгодные и приятные условия. И чтобы подать заявку на франшизу, вам нужно это сделать по ссылочке в описании. В кубе температура переваливает за 70 градусов, а в отводе за 40. Пора снижать мощность до 1000 ватт. А уже на 58 градусах пошли капли. В общем, отбор голов идет. Капли ускоряются. Температура потихоньку растет. Первые 150 миллилитров пойдут на розжиг, а остальные 350 миллилитров я добавлю в спирт-сред сахарного рома на борде. В общем, головы отобраны. Выставляю мощность 1500. Естественно, использую попугай. Температура в отводе 82 градуса. В кубе при этом 83,9. Крепость самогона в струе более 80%. При температуре 16 градусов. Окно раскрыто. Холодный воздух облизывает аппарат. Почти пол банки отобралось. Крепость немного снизилась. Наверху 83,9, 84 градуса. В кубе 86,1. Крепость ниже 80%. А самогон отбирается дальше. Вот на таких цифрах отобрал 3 литра самогона. А крепость снизилась уже значительно. Но еще выше 70. И поэтому можно отбирать дальше. Отобрал еще более полулитра. Теперь решил снизить мощность до 1200 ватт. Как только крепость в струе стала 70%, а в кубе 90,5 градусов, я решил закончить отбор тела. А остальное на мощности 2000 ватт отбираю в отдельную емкость. Это также пойдет в бордовый ром. Почти на 95 градусах в отводе жму кнопку турбо. Гоню на полной. И на 97 градусах в отводе и в кубе отобралось более 2 литров хвостиков. Выключая нагрев. Итоговая крепость получилась 72 градуса. Но приступим к дегустации. Ну, говорили вы мне сделать фаршированные перцы. Ну, в общем, вот оно. Вот оно. Ну, а кто не понял, что к чему, то просто нужно подписаться на группу ВКонтакте и Инстаграм. В общем, нужно пробовать ром. Я противник сивушного, противник прямотока. Очень долго сопротивлялся. Так скажем, шлем купил раньше времени. Поэтому, кто в комментариях спрашивает, почему я не делаю там необычные самогоны еще на первый перегон. И второй перегон на шлем я только на первом его использую. Ну, потому что в некоторых напитках, может быть, это слишком лишнее будет. То есть, вот эти ароматы, вкусы и всякие там сивушные дела. Я знаю, что получается самогон там на тарелках, на царге, с укреплением 92-93 градуса получается с ароматами и вкусами. Да, 93 будет более тонкое все такое, что еле-еле. А 91-92 получается мощнее. Причем достаточно мощно. Здесь же у нас прямоток 72 градуса итоговый. Разбавлено, естественно, до 40 градусов. Там 47 я не буду баловаться. Напиток еще, конечно, не отдохнул. У меня всегда так. Но это интересно. То есть, если напиток сразу получается вкусным, то потом он будет только улучшаться. И поэтому хочется несколько этих ощущений получить. В отличие от... Нет смысла ставить рядом аромат, который был прошлый. Его, тем более, нет. Он, естественно, он будет другой. Он будет иной. Но он там был очень вкусный. Сама вот эта именно меласа, она вот как-то, видать, дает какие-то вкусы. Вот она мне понравилась. Из таких более доступных. Я не говорю от тех, каких, что там какие-то есть дорогущие с разных производств. Я не спроста вот это вот делаю вокруг. Я уже ощущаю охренительный ромовый аромат. Именно ром. Именно то, что я чувствовал в магазинных вариантах. Таких, ну, которые получше, так скажем. Не в ширпотребный. В ширпотребный он ром бакарди вообще водкой пахнет. То есть, там ректификат, скорее всего. Там, наверное, даже не то, что ректификат, там водка. И добавляются какие-то, может, часть какая-то ром. Вот если это смешать с какой-то частью просто самогона обычного, сахарного, чистого, там, в какой-то соотношении, будет тоже неплохой ром. Только что здесь, здесь пушка. Итак, значит, первое, что я вот так издали чувствую, то есть чувствую, это, вот она разница этого, что это сделано на шлеме, на прямотоке. Заметьте, что крепость-то около 80 очень долго держалась. Снизилась она потом уже, как бы, когда уже, ну, к трешке подоспела. Еще интересное наблюдение. Вот пока буду нюхать, еще вам скажу. По абсолютному спирту вышло в итоге ровно столько же, то есть, как бы на колонии отбирал, например, 65% от абсолютки. То есть, минимум обычно мы отбираем от 65% от абсолютного спирта. Здесь получилось прям от цифра в цифру. Ну, и, в принципе, я считаю, что это даже, ну, такие, не сказать, чтобы супер потери. Ну, конечно, с миласой это все потери. Первым делом ром. То есть, вот это миласовая какая-то составляющая, то есть, то, что вот в ромах пахнет обычно, то есть, узнаваемо. То есть, не то, что там вот эти всякие ванильки, всякие конфетки делаются вот в эссенциях. В эссенциях там оригинального рома нет. Там, в основном, он именно вот такой вот сладенький, конфетный, типа вот темплиера по типу такого. Вот. Здесь же прям ром. Вот в темплиере этого нет. Вот абсолютно нету этого аромата. Вот если взять этот напиток и с темплиером смешать, наверное, получится что-то уже, ну, более-менее нормальное. То есть, там слишком чрезмерная сладость уйдет тем, что мы разбавили, там, дали, там, 20% настоящего рома. А может, 50%, один к одному, может быть, надо сделать. Вот говорю, это алхимию можно забодяжить дальше. Я, конечно, это сделаю, но это будет все за кадром. Сейчас мы говорим только об этом напитке. Дальше. Вот что все время говорят, в роме должен быть аромат, аромат какой-то фрукты, то есть, экзотика какая-то должна быть. Здесь же этот аромат сейчас очень даже, я бы сказал, прям проявляется. Правда, не сказать, что он мне совсем уж очень сильно нравится. Он сначала вот так ветром проходит какой-то вот, ну, как говорят, ананас должен быть там, да, как-то. А здесь же у меня, скорее, ну, не знаю, не ананас, может, банан, что ли? Ну, не знаю, я не могу прям утверждать, но какая-то экзотика тут есть. Не так много я еще экзотических фруктов ел, и к тому же еще помнить бы их название. Вот, поэтому... И вот после этого легкого ветерка, запаха, аромата экзотического фрукта, проходит еще кое-что нехорошее. То есть, оно мне не нравится. Возможно, это я могу связать именно с... То, что это сделано на прямотоке. Все-таки какие-то сивушные, хвостовые, они проходят. Извините, это 100%. Не было никакого добавления, никакой ГФС, никакой декстрозы, никакого сахара. То есть, здесь вот чисто вот меласса. И меласса достаточно хорошая, потому что первые впечатления в аромате сразу просто мега положительные. Чуть-чуть, вот не на... Знаете, это похоже, блин, я не знаю, на рожь похоже, на ржаной. Вот концентрат ржаной недавно ставил. Не, я не перепутал ничего, я ничего не залил в мелассовую брагу. Нет, нет. Но что-то вот сродни вот в этом... Вот этот последний аромат, который идет, он какой-то вот хлебный. Но опять же, он тоже, тоже как-то быстро перемешивается. Опять во фруктовый переходит. И опять же, снова возвращаемся к обычному ромовому аромату. В общем, вот что понял, что могу объяснить, то и объяснил. Аромат вот этой фрукты может для каждого быть ассоциативно своим. Кого-то, там может быть, кто-то точно почувствует. Не знаю, какую-нибудь маракую. Вряд ли маракую. Вот, я говорю, каждый раз вот так можно разное почувствовать. Вот здесь сейчас некую кислинку чувствую. Вот как-то вот так оно пошло. Ну, в общем... Да, здесь уже кислинка. А, собственно, все, что ощущалось при перегоне браги, оно, в принципе, здесь также присутствует. В той или иной степени. Ну, давайте выпьем за очередной путь к тому, что хочется сделать. Вот я определился. Если я уже второй раз купил одну и ту же миласу, значит, мне она нравится. И, естественно, возможно, может быть, я в следующем году, или там через год, когда буду с Дандером работать, все равно возьму этого же производителя миласу. Не буду я заглядываться на всякие индийские, всякие, там, не знаю, венесуэльские, всякие разные. Их куча этих милас везде, где только нету этого тростника, и его везде делают. Поэтому эту миласу, естественно. Отходы? Отходы. Под ногами они должны лежать. Чем дешевле она обойдется, и чем она вам вкуснее, кажется, да, тем и должен быть самогон. И не надо потом тоже вот эти вот, о, блин, я столько миласы купил, я должен это все смешать с ГФСом или с сахаром. Ну, как бы, да. Я попробовал, в принципе, все. Разные сочетания. То есть и 50%, и четвертинка, по-моему, была один раз, да. Ну, этот ГФС как раз где-то 25%, не больше было. И треть была. Ну, то есть, ромы еще и на тарелках, они раскрываются потом очень долго. Им долго надо отдыхать. Просто, просто, как бы, ну, не совсем то, что ты хочешь, получается. Особенно, если миласа была не очень, как вот моя первая, которая так называемая уссурийская. С ней, да, действительно, с ней было все так, что она сначала вроде, ну, что-то чувствуется, что это не сахарный самогон. Что-то вроде, да, да, но как, да, как Бакарди больше, да, чем, ну, в то же время ром, да, но не мощный ром. А с уверением, за вот эти годы, да, с того первого видео про ром, я уже хочу прямоток пробовать, хочу пить более ароматные напитки. То есть, это просто развился, развился мой, так скажем, ассоциативный ряд, блин, именно рецепторы мои, они развились. Они хотят большего, я хочу большего. То есть, главное, что вот, я знаю то, что хочу с ромом. Значит, нужно будет попробовать, в принципе, с Андером потом, но потом. Ну, не сейчас, вот, осень, холод, вот, летом, дача, это лето прошло, это лето прошло другими, с другими, так скажем, самогонами. В общем, сколько вот нюхаю, долго нюхаю, специально много говорю для того, чтобы понять, да, действительно, насколько аромат мне нравится или не нравится. Давайте так, возьмем 10 баллов и аромат, ну, вот, наверное, 2 сниму, 8 из 10. Вот, я не знаю, что нужно 10 из 10 сделать, да, 9 из 10, ну, 8 точно. Вот не было бы этого аромата, то есть, если бы был бы чистый, вот, если бы вот на тарелках, например, на тех же получался. Видите, на тарелках 10 из 10 бы я дал, потому что прошлый ром был достойный, там было, нет, давайте не 10 из 10, честно, чтобы было 9 из 10. Потому что там не было вот этого вот конечного, это, что прямоток все-таки дает. Но это хороший дистиллят для бочки, по-любому. Если ангелы у меня в той бочке еще, как говорится, попили, я туда даже ни разу не лазил, не пробовал, уже прошло больше полугода, вот. Ну, рано туда вообще, в принципе, лезть будет в январе год. И я, скорее всего, да, вот эти от ангелов долью. Долью, надеваете. Там 63 градуса, вот, я разбавил пока только вот одну бутылочку. И, может быть, я туда добавлю этого, то есть, там будет вообще гремучая смесь. Там и с ГФСом, там и бордовый попал. Он тоже был ГФСный. И, получается, прямоток попадет. Ну, то есть, там что-то получится. Два-три года в бочке он будет стоять. Ну, два точно, наверное. Потому что, ну, год-полтора, это мало для тридцатки. Вот, ну, два года хотя бы надо вытерпеть. И там, ну, божественный ром должен получиться. Но, пора пить. Давайте выпьем за ваше терпение, что вы так долго терпели, пока я выпью. Но, самое главное, что это видео не о накидывании. Это видео о Роме. И, в принципе, каков он. Это, может быть, это исторический момент сейчас происходит. Да, вот, исторический момент. Сейчас мне нужно еще выпить. Давайте, за ваше терпение, за вас, мои дорогие подписчики. Ничего себе. Это крайне мягкая штука. Он разбавлен был недавно. Крайне мягкая штука просто. Мощно мягко. Когда это выпил. Вот они сладенькие в послевкусии. Всплеск какой-то был. Всплеск вкуса. Но, сначала, он меня насторожил. Потому что он какой-то, как будто бы неприятный. Когда он разошелся, стало приятно. И вот это сладкое послевкусие стало. Ммм. Охренеть. Это другой ром. Абсолютно. Это та же миласа. Но ром другой. То есть, прямо током ром получается другой. Он... Не, ну, например, так скажем. Долгое послевкусие. Ну, как? Оно достаточно долгое. Я, в принципе, на тарелках делаю напитки с таким более-менее долгим послевкусием. Но, опять же, хорошо, что здесь нету очень долгого послевкусия. Как правило, оно тоже может быть хвостатым, там, каким-то непонятным. Но... Это прям... Ну, круто очень. Круто. И послевкусие сладкое сейчас. И оно сладкое. Фруктовое. Вот то, что, видать, мы нюхаем здесь. То и... Ну, вот в бокальчике, конечно, осталось не очень. Не очень хороший аромат. Для меня. Ну, это о том, что вот все-таки два балла снимаю. За вот этот аромат он остался там не очень. Все-таки прямоточное. Все-таки, да. Я все-таки бы лучше бы сделал такой же ром, как и прошлый. Но... Это исторического события не произошло. Я не взорвался в бешеных эмоциях, что... Ой, как это вкусно. Как это круто. Это иной напиток. Это яркий напиток. Это классный напиток. Вкусный, но с поправочкой. Ну, вкус... По вкусу... Так же 8 из 10. Потому что есть вот эти моменты. Хотя давайте по вкусу. По вкусу. Надо еще попробовать. Потому что... Может быть... Может быть мы и снизим балл. Аромат. Бархатный ромовый. Такой очень мягкий. То есть резкости... Резкости спиртовой никакой здесь нет. Ага. Вот сейчас у нас смешалась фрукта с вот этим вот, что похоже на ржаной хлеб, наверное. Ну... Это хвостовые. Это по-любому хвостовые. Как ни крути. Хотя очень рано, да. Очень рано закончил перегон. Итоговый 72. Хотя, наверное, надо было сделать, чтобы итоговый 73. Это даже еще раньше надо было заканчивать. Вот. Но, да. Ориентировался именно по реометру. Что 70 градусов. Ниже, чтобы не брать. Можно было, наверное, чуть-чуть раньше все-таки. Вот. Ну. Нюхать тут уже больше нечего. Напиток. Ну, любители вообще, то, что со шлемов пьют вот эти напитки, кто полностью на шлем перешел. И люди вообще же как от колонн избавляются. И гонят только на одном шлеме. И они любители, они не только ценят этот напиток. Потому что, ну, я еще, может быть, мал, рано мне еще для полного осознания. Вот поэтому на фесте я хотел побольше приматока попробовать. Опять же, приматок на царге, это не тот приматок, что на шлеме. Придет время. Придет время, когда мы все это попробуем, сравним. Сделаем какие-то слепые дегустации. Вот. Я надеюсь, что эта зима у нас будет горячей. И, так скажем, к зиме готовимся. И будут такого плана видео. Еще пару необычных самогонов и займемся серьезными делами. Наведем шорох, как говорится. Ну, давайте выпьем за новые времена. Мне вот интересно, что это у нас разошлось. Оно прям проходит от одной части языка до другой. И уходит. И после вкус и сладости. Причем не могу понять еще, плохой этот аромат или хороший. Насколько это вкусно, да, можно считать. Сомнения. Классный, стремительный. Но он напрягает немножечко. Вот видите, любитель чистенького. Любитель почище. Но мы сведем все это дело к тому, что это, скорее всего, еще и нужно отдохнуть напитку. Это, скорее всего, где-нибудь когда-нибудь у нас промелькнет. На стриме ли или где-нибудь еще. Может быть, какой-нибудь ром. Не знаю, может, перепадет какой-нибудь хороший дорогой ром. И можно будет сравнить, что бутылочка останется на отдых. Подписывайтесь на мои соцсети. Вконтакте, Инстаграм. Вот, может быть, где-нибудь я сообщу об итогах. Когда это все отдохнет. Вот. И объясню сразу, что пробую сразу. Потому что, если сразу напиток получился отменным, то второй раз будет еще изменение его в лучшую сторону. Кайфовее получить. Здесь же у нас... Давайте вкус 7 из 10. Вкус. А 8 из 10 аромат. В общем, собственно, все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну, и в ромовом видео в конце лучше написать, как говорится, фаршированные перцы. Если вы досмотрели до конца. В общем, хорошего вам, Рома. Гоните, как хотите. Как считаете нужным. Я вот считаю сейчас нужным переходить на шлем. Вот и делаю. В общем, гоните, как считаете нужным. И пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин